Книга, открытым оком, тема «Рождение», том 26, вопрос 3863. «Самая ценная – любовь, и отчего же она так редка, так недолговечна, так много к ней зависти? Почему же ее силы небесные не берегут более всего?» Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «О силах небесных не знаю, но если Бог есть любовь, то только поэтому Он благоволит к любви, и хранит ее, и зовет к ней». Евангелие от Иоанна, 13-34. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга. Как Я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга». 1 Петра 1,22. «Послушанием к истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». «Спасибо за то, что ты есть, за то, что твой голос весенний приходит как добрая весть в минуты обид и сомнений. Спасибо за искренний взгляд, о чем бы тебя ни спросил я. Во мне твои боли болят, во мне твои копятся силы. Спасибо за то, что ты есть. Сквозь все расстояния и сроки, какие-то скрытые токи, вдруг снова напомнят, ты здесь. Ты здесь, на земле, и повсюду я слышу твой голос и смех. Вхожу в нашу дружбу, как в чудо, и радуюсь чуду при всех». 1970 год. Андрей Дементьев. Послание к римлянам 12.15. «Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими». Евангелие от Луки 16.9. «И я говорю вам, приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители». Стихотворение. «С любовью ты смотришь, как очи потупив я думаю думу, а ты угадать ее хочешь, невольно проникнут тобою. Я очи к тебе обращу и с твоими встречаюсь очами, и мы улыбнемся безмолвно, как будто бы в сладком молчании. Мы мыслью сошлися и много сказали улыбкой и взором». 1842 год. Майков. Книга пророка Сафонии. 3.17. «Господь, Бог твой среди тебя, Он силен спасти тебя, возвеселится о тебе радостью, будет милости в полюбви своей, будет торжествовать о тебе с ликованием». Евангелие от Иоанна 15.10. «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца моего, и пребываю в его любви». Евангелие от Иоанна 15.13. «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Стихотворение. «Среди печали и у тех, наверное, что-то я не видел. Прошу прощения у тех, кого нечаянно обидел. Когда бы это ни случилось, вчера лишь или давным-давно, ушла обида или забылось, прошу прощения все равно. Прошу прощения у любви, наедине, не при народе, что уходил в стихи свои, как в одиночество уходят. И у наставников своих прошу прощения запоздало, что вспоминал нечасто их, затасковал, когда не стало. А вот у ненависти я просить прощения не стану, за то, что молодость моя ей доброту предпочитала. Не удивляйтесь, что сейчас, когда судьба мне время дарит, прошу прощения у вас, но знаю я, последний час обычно не предупреждает». 1983 год Андрей Дементьев. Первое послание Иоанна 4, 16 и 18. «И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви, пребывает в Боге, и Бог в нем. В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение, боящийся несовершен в любви». Стихотворение Хоть тяжело подчас в ней бремя, Телега на ходу легка, Емщик лихой, седое время, Везет, не слезет с облучка. С утра садимся мы в телегу, Мы рады голову сломать, И, презирая лень и негу, Кричим «Пошел!» такую мать. Но в полдень нет уж той отваги, Порастрясло нас, нам страшней, И косогоры, и овраги, Кричим «Полегче, дуралей!» Катит по-прежнему телега, Под вечер мы привыкли к ней, И дремля едем до ночлега, А время гонит лошадей. Александр Пушкин, 1823 год. Книга Псалмов, 35, 10. «Ибо у Тебя источник жизни, Во свете Твоем мы видим свет!» Послание к Филиппийцам, 1, 20. «При уверенности и надежде моей, Что я ни в чем посрамлен не буду, Но при всяком дерзновении и ныне, Как и всегда, Возвеличится Христос в теле моем, Жизнью ли то, или смертью!» Стихотворение «У меня долги перед друзьями, А у них зато передо мной, Но своими странными делами И они чудят, и я чудной. Напишите мне письма, ребята, Подарите мне пару минут, А не то моя жизнь будет смята, И про вас меньше песен споют. Вы, мосты, не жгите за собою, Вы не рушьте карточных домов. Бог с ними со всем, кто рвется к бою, Просто из-за женщин и долгов. Напишите мне письма, ребята, Осчисливьте меня хоть чуть-чуть, А не то я умру без зарплаты, Не успев вашей ласки хлебнуть». Высоцкий, 1969 год Послание Иуды 1.21 «Сохраняйте себя в любви Божией, Ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». Послание Кримленам 8.35 «Кто отлучит нас от любви Божией, Скорбь или теснота, Или гонение, Или голод, Или нагота, Или опасность, Или меч?» Стихотворение «Что, камни не живут? Не может быть, смотри, Как дружно все они краснеют в час зари, Как сохраняют в ночь то мягкое тепло, Которое с утра от солнца в них сошло, Какой ужасный гул идет от мостовых, Как крепкие камни все в призваниях своих, Когда они реку вдоль берега ведут, Когда покойников, накрывшись, стерегут, И как гримасничают долгие века, Когда воятеля искусная рука Увековечит нам под лоском красоты Чьей-либо гнусные, проклятые черты». Константин Константинович Случевский Послание Кримленам 13.8 «Не оставайтесь должными никому ничем, Кроме взаимной любви, Ибо любящий другого исполнил закон» 1 Коринфянам 13.1 «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, А любви не имею, То я медь звенящая и кимвал звучащий» «Не оставайтесь за этим, Кроме взаимной любви, Ибо любви не имею, То я взаимной любви не имею, Ибо взаимной, То я не великой широких и ангелические,